Насколько важно выработать сейчас иммунитет к нашим подрастающим поколениям? Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, ее членом. Чем мы будем с вами в этом году заниматься? Вот об этом, пожалуй, может быть, сегодня стоит сказать, поскольку все-таки это имеет значение для наших с вами последующих встреч. Я очень долго думал. И что же я придумал? У нас есть много тем. У нас же с вами основное богословие, да? Основное. То есть самое основное. Имейте это в виду, не ошибайтесь, пожалуйста. В нашей среде мы будем знать. Это самое основное. Тем, конечно, очень много у нас. Есть уже темы, я бы сказал, ну, сказать их избитые, как-то не хочется уже говорить, но которые завязли на зубах и подчас у многих набивают оскомину. Я говорю, наука и религия. Бесконечно об этом говорят. Написано огромное количество литературы. И до сих пор утверждают, что будто бы она не потеряла своей актуальность. Очень возможно. Поскольку ещё то поколение, которое воспитано в советскую эпоху атеизма, живёт теми стандартами, которые преподносили ему и в научной литературе, и в педагогике, и в повседневной жизни. Ну, я вам скажу так. По этой теме описано очень много. Тот, кто интересуется, всегда может получить, я думаю, неплохую справку. И найти основополагающие моменты, которые раскрывают эту тему. Ну и в частности, на один момент, обращу ваше внимание, на один только, всего-навсего, что на самом деле тема сформулирована абсолютно ложно. Не хочу сказать неверно, а ложно. Эту тему нам подсунули. Причём подсунули умные люди. Умные люди. Совсем не дураки. Когда сказали, что наука и религия. На самом деле. На самом деле. Куда более важной темой, не только более важной, а действительно очень важной для нашего времени, является тема наука и атеизм. Дело в том, что религия, раскрывая перспективы перед человеком, перспективы жизни, и убеждая его в том, что человек не оканчивается с распадом тела, этим самым ставит его перед лицом той будочности, которая потребует ответа за все свои деяния. Ну, не просто ответы. Мы всегда говорим именно об ответе. А вы же помните те три ступени, о которых говорят отцы. Первая ступень арабская. Страх. Что я там отвечу? Меня спросят. Ну, действительно, это да. И мысли, и дела, и чувства наперёд, знаете. Так? На самом деле, здесь и другое, конечно. Другая ступень, которую вы тоже помните, религия говорит и об этом. Говорит о том, что что есть и делание, как они выражаются, наёмническое. Но опять-таки я вам скажу, и здесь религия выигрывает. Как и в первом случае. В первом случае она чем выигрывает? Всё-таки вы знаете, как детей. Хотя бы страхом наказания можно удержать от многих самых негодных поступков. И это действует, это работает. Это работает всю историю человечества. Поэтому не удивляйтесь, что сейчас, сейчас именно здесь пытаются не спровергнуть эту основу, эту базу воспитания и запретить малейшее применение не только физических, но и каких-нибудь психических, там и нравственных, или моральных воздействий на ребёнка. Ребёнок должен воспитываться в абсолютной свободе. В абсолютной. Нельзя ни шлепка, ни слова, ни грозного вида, ни предупреждения. Нельзя его ничего лишать и так далее. Отнимается одно из очень серьёзных, серьёзных. То, что удерживает человека. Помните у апостола. Когда придёт он, когда отнимется удерживающее. Это удерживающее, конечно, имеет много, много аспектов понимания, но в частности, в частности, то, на то стоит обратить внимание, о чём говорят святые отцы, что не утверждают. В полном, то есть не в полном соответствии, а естественно, исходя из священного писания, что страх Божий является, если хотите, источником и основанием для правильной христианской, то есть человеческой жизни. Страх Божий, под которым подразумевается не страх перед, знаете ли, каким-то чудовищем, который сейчас поглотит нас или подвернет пыткам. Под страхом Божиим разумеется, другое. Это величайшее благоговение благоговение, если хотите, к тому, о ком мы точно знаем, поскольку верим, что он есть любовь. Это боязнь оскорбить эту любовь Божию, боязнь хоть чем-нибудь нарушить свою собственную природу, которая дана мне личности, вы слышите? Мне, мне дана в полное, если хотите, подчинение и тело, и душа. Я и душу могу свою искалечить, и я знаю, чем могу искалечить. Я. Я знаю, могу поступить по совести, могу против совести. Кто? Я. Я могу душу свою заражать всякими страстями, избивать ее, что называется, резать и колоть, издеваться над ней. Вы слышите личность, что такое? Это вовсе не душа. Душа – это ценность, о которой Господь сказал. Помните в Евангелии, что даст человек за душу свою? Никакие богатства мира, никакая слава, ничто не сопоставимо с той ценностью, которая является душой. Вот я, я, вот что это такое я? Но знаю одно, что в моей, если хотите, ну, будем говорить, ну, власти уж, полной власти, к сожалению, мы часто не имеем над собой, но в принципе именно так. Я поставлен вот над этим. Я домоправитель над своим телом и своей душою. Слышите? Помните притч о домоправителе неправедном? Ох, какие мы неправедные! Какие мы неправедные! Как мы управляем домом своим, своим телом и своей душою? Стоит об этом подумать. Кстати, всегда притчи толкуются в других аспектах. Этот аспект, я вам скажу, самый важный, самый важный. Как мы управляем домом своим, своим, моё тело, моя душа? Как я к ним отношусь? Зная законы духовной жизни, которые нам открыла Евангелие, ибо заповеди это есть даже не законы, это свойство нормального человека. вот как надо нормально жить. Совокупность этих заповедей является, если хотите, духовным законом нашей жизни. Законом не в смысле принуждения. Не смешивайте, есть два понимания закона. Не в смысле принуждения, которым являются законы государственной жизни. юридические законы. Нет, а законы природного характера. Закон тяготения – это не принуждение. А мы, являясь частью этой природы материальной, должны подчиняться этому закону. Почему должны? Мы должны ему следовать, чтобы не погибнуть, чтобы не навредить себе. Законы духовной жизни обладают той же самой значимостью, тем же самым свойством. И мы должны следовательно, следовательно, в этом смысле подчиняться этим законам. Я ещё раз обращаю внимание ваше на то, что это законы, означающие не подчинение, а естественный, нормальный образ жизни, который этим законом указывается. Вы, пожалуйста, обратите на это внимание, что есть два различных понимания закона. Один закон принуждения. Что такое государство? Вы марксизм, ленинизм изучали или нет? Не, невежды. Государство – это машина для угнетения одного класса другим. Понятно? Один класс создаёт эти законы, другой подчиняется. Не подчиняется за решётку. вот законы, что такое законы государственные. Нельзя ехать на красный свет. Да что за чепуха такая? Я что, не свободная личность, что ли? Безобразие, правда же? Или почему я не могу с пятого этажа парить, как птица? Ну, насилие над личностью, правда? Так вот, видите, одно дело законное, которое издают люди, и они всегда все несовершенны. Другое дело законы природы, которые просто свидетельствуют о том состоянии, в котором мы должны находиться. Вы слышите? То есть, естественное, нормальное, здоровое состояние заповеди, совокупность этих заповедей. И есть как раз вот этот закон, который показывает нам вот нормальное состояние человека, человеческой жизни. Обращаю ваше внимание. И теперь отсюда становится понятным вот тот единогласный учение отцов о том, что страх Божий является началом и источником, если хотите, правильной христианской жизни. Страх Божий. Так? Ну, так, видите, касаясь нашей с вами темы. Первое, значит, отношение страха. Один есть страх Божий, он прекрасен. Другой есть страх, страх, я бы сказал, такого характера, ну, совершенно иного, иного, который лочнее нужно отождествить с ужасом, перед лицом какого-то наказания. Да нет, страх Божий – это не страх ужаса. Совсем нет. Это очень важно понять. Это страх нарушить, нарушить вот то естественную, если хотите, нашу духовную жизнь. Страх оскорбить то любовь Божию, которая создала этот естественный порядок, благой, как всё сказано в первых словах Библии «се добра зело». Добра зело. То есть очень хорошо, всё прекрасно, всё нормально. Вот вторая ступень наёмническая, вам понятно, что она означает. И третья, третья ступень, которая как раз является, должна бы являться нормой нашего существования, при котором бы был рай на земле, а не только на небе. Эта ступень, конечно, любовь. Любовь. Но какая любовь? Любовь не эмоции, слышите? Это не любовь чувств. Это всё потом. это потом. Первое, о чём говорится, и что подразумевается, как первоначальная ступень, без которой невозможно восхождение на ступени другие, это любовь заключается в искреннем стремлении жить по заповедям Божьим. причём стремлении к какому? Не по страху, не по принуждению, не по жажде воздаяния благовой награды, нет, а просто по любви. Так же, как мы же делаем подчас для тех, кого любим, для тех же родителей. Ну, так, мы можем делать совсем не по причине того, что накажут. Что там старушка-мать, что она накажет? Смешно говорить. Что она что-то может дать? Ничего дать не может. Ни того, ни другого нет. Но мы будем это делать. Почему? Чтобы не обидеть, не оскорбить, не расстроить, и даже желая дать, так сказать, соответствующее благо, что ли, принести радость. Вот и эта ступень. Я всё продолжаю говорить о той теме, которая была, и которая отчасти остаётся, и она будет оставаться. Я говорю, наука-религия. Так вот, религия-то оказывается, видите, к чему призывает человека? Что открывает человеку? Пусть на первой степени по страху, пусть на второй, если человек как созрел, хотя бы параллельно это часто бывает, по желанию какого-то благого воздаяния, но гораздо естественнее, благороднее, по любви, но религия даёт человеку возможность правильной человеческой жизни. Атеизм же, если мы посмотрим, лишает человека всего этого, отнимая Бога, отнимая вечность. Кстати, хочу вам сказать, что психологически, психологически, ни о какой антологии, речь к ней идёт, психологически, пожалуй, более важно для человека вера в вечную жизнь даже. Даже Бог, так сказать, отходит на второй план, хотя, если только есть Бог и есть вечность, но всё-таки есть такие псевдо- или уже религиозные системы, где, признавая вечность, или, по крайней мере, последующая жизнь человека, без признания Бога, как единого личного начала. Пожалуйста, вам перевоплощение, бесконечный цикл, переигрывание тех элементов, из которых состоит душа. И вот это я вам скажу, что понятие психологическое понимание того или убеждение в том, что моя жизнь не оканчивается здесь со смертью тела, имеет первостепенное часто значение для человека психологически, даже подчас большее, большее даже, чем даже признание Бога. Вы сами понимаете, что в чём причина, почему я говорю так. Так вот, поэтому, когда вопрос ставит наука и религия, так, эта постановка неверная. Неверная в том, что здесь-то в конечном счёте эта проблема ничего не даёт человеку, но отнимает очень многое. Отнять может, может отнять очень многое. Самое большее, что она может дать, это показать, что религия не противоречит науки. Ну, это, так сказать, нулевая скорость. Но она может очень многое отнять. Отнять, когда вдруг будет утверждаться, что наука доказала, что нет Бога, нет вечности, нет души. У человека тогда в таком случае психологически отнимается вот то удерживающее начало, благодаря которому только он может быть существом нравственным, благородным, я бы сказал, святым, честным и праведным. Так вот, я всё время касаюсь этой проблемы, чтобы больше к ней уже не подходить. Мне кажется, что проблема эта более существенная и более серьёзная. И именно она и есть эта проблема, и есть проблема, это наука и атеизм. На это я прошу обратить ваше внимание, с тем, чтобы нам в конце какого-то уловить это лукавство, эти лукавые придумали. Ведь когда возникло где-то в XVIII веке это начали преимущественно говорить о том, наука против религии. Какая наука? как она против? В чём только не засерялись. Лукавый сам принцип. Слышите? Там же начинают нагромождать кучи всякого мусора. А серьёзная проблема другая. Другая. Почему она серьёзная? Атеизм отнимает у человека все опоры даже нравственной жизни. По существу. И если мы находим многих атеистов, которые действительно являются людьми благородными и прекрасными, это совершеннейший факт, то только потому мы это знаем как христиане, потому что они остаются образом Божиим. Образ Божий присутствует в человеке. И его действие, если хотите, неискоренимо до конца. Эту неискоренимость мы видим даже в тихчайших преступниках, в которых иногда пробуждается это начало в виде голоса совести, когда раскаиваются они полностью, когда готовы, не знаю, понести какие угодно наказания даже за то, что они сделали. Помните Раскольников Достоевского? Готов был всё на всё перенести любые наказания, лишь бы освободиться от тихчайшего этого преступления, убийства. Кого убийства-то? Это преступление, наказание этих двух старух, двух старушенций, которые ничто, которые никакой пользы миру не приносят, только коптят небо, и состояние которых может быть использовано для принесения блага многим людей. Поэтому надо их убить, взять это состояние и облагодетельствовать людей. Представляете? Ух, какая коварная жизнь на крови от них построить благоденствие других. Все революции, кстати, совершаемые, особенно вот эти европейские и наши, да, все они инспирированы, конечно, масонством, потому что все деятели, все ведущие руководители, все идеологи, они все оттуда, все они утверждают эту дьявольскую мысль, что на крови одних можно построить счастье других. Результаты? Результаты этого дьявольского обмана мы видим. Какое счастье было построено на крови революции 17-го года? До сих пор мы его видим. Какое счастье! Все распаливается. По-прежнему, по-прежнему действует на ней в мире. Так вот, поэтому было бы очень важно, очень важно именно с точки зрения науки посмотреть на атеизм. В какой степени действительно эта мировоззренческая система отвечает основным научным постулатам? В какой степени? что дает? Во-первых, во-первых, что он научного дает человеку? Во-вторых, что он делает человеком, если человек глубоко воспримет ее в свое сознание и начнет жить, исходя именно из этого? Во-первых, что наука дает? что наука может говорить в пользу атеизма? Я думаю, что это стоит, друзья мои, немножко напомнить, потому что это вам пригодится. Пригодится вот почему. Я отступаю специально, чтобы сказать об этом. Во-первых, достаточно много людей воспитанных в атеизме. Очень много. Во-вторых, атеизм атеизм, что из себя представляет? Ничто иное, как картину следующего порядка, о которой постоянно все говорят по поводу и без повода. Страус, видящий опасность, от которой он никуда уже не может бежать, прячет голову в песок. Уж не знаю, действительно ли Страус так делает или нет. я не наблюдал, но, по крайней мере, в этих словах выражена точная мысль, глубоко психологически обоснованная. Основная природа атеизма в чём? В страхе ответа, если он, Бог, есть. Страхе ответа. поэтому нежелание, чтобы он был. И второе, ну, это лучше сказать вторая ступень, что не просто страхи ответа, ненависти отсюда к Богу, борьба против Него. Обратите внимание, что с христианством всю историю делается, какая борьба против Него. Часто это борьба внешняя, физическое уничтожение христиан. Ещё хуже, поскольку незаметнее, это борьба, борьба изнутри, разложение христианства, внутреннее разложение. Сейчас в Германии один какой-то исследователь, исследователь в Германии объяснил, что значит Германия, что значит немец занимается исследованием. Слушайте, нужно было написать исследование о слонах. Дали французы, брошюрочку написал, че-че-че. Дали англичанину, ну, написал, книжечку, всё хорошо. Немцу дали, он написал о слоне столько, что только слон может унести на себя. Вот так. Так я хочу сказать, что это очень скрупулёзно, если чем они занимаются, они действительно скрупулёзно этим занимаются, до последней степени. Вот для вас, например, для вас, я уверен, что вы знаете, ничего не знаете. Для вас, наверное, каждая ножка сороконожки одно и то же. Для немца вы что? Он вам распишет, чем отличается одна ножка от второй, а чем от третьей, а чем от сороковой. Вот всё такое немец. В этом отношении это замечательная нация. подойдёт. Всё скрупулёзно исследует. Так вот, один из таких самых, ну что ли, авторитетных исследователей состояния, нет, положения христианства в современном мире пришёл к выводам, которые поражают. Оказывается, ни одна религия в мире сейчас, сейчас не подвергается таким гонениям, вы слышите, гонениям, как христианство. Ни одна. Факт, я вам скажу, действительно потрясающий. Мы как-то не придаём даже значения тому, что где-то слышим, где-то что-то. Ну, в Америке нельзя, например, в классе держать там Библию, там стюардесса не имеет права в Англии носить там крестик, да, иметь какую-то вообще христианскую атрибутику с собой, да, когда нельзя прочитать, прочитать молитву. Кажется, вот так, а разрозненные немец всё это собрал. И не просто собрал то, что касается христианства. Он сопоставил это, сопоставил с чем? С отношением к другим религиям в современном мире. И о ужас! сейчас, когда весь мир кричит, а прежде всех Америка вопит истошно, знаете, как кошки хвост прижали, так орёт свобода, свобода, и тут же бессовестно издевается над свободой своих людей, так, сейчас, это в нашем-то мире свобода, свобода, равенства и братства. христианства подвергают страшнейшим насилием, угнетением, убийством, избиением только и только отовсюду. слышишь, там убили, то в Африке, то в Латинской Америке, то, пожалуйста, в Азии, там, что делается? Избиение христиан, про настоящее. Но это что? Там, так сказать, физически открытое проявляется ненависть. А что делается в тем же цивилизованных странах? Какое здесь издевательство идёт над христианством? Это лишение буквально прав. Мы, церковь, так? Мы имеем свою внутреннюю жизнь, мы имеем свои законы, и мы хотим по своим законам внутри себя жить, внутри. Мы не касаемся общества, пожалуйста. Мы не нарушаем общественных законов. ответ нет. Свобода человека выше его религиозных свобод. Выше. И поэтому выводы замечательные. Поэтому та церковь, которая, например, откажет каким-то гомосексуалистам, чтобы их церковным образом, ну, скажем, по-нашему выражаясь, обвенчали, лишается своей, что там, это, своего права на существование. в Англии, в Англии, очень много закрывается общество, ассоциации по помощи детям, там, оставленным детям и прочее, да, закрывается именно по этой причине, что они, например, эти, католические, кстати, католические, общины, некоторые англиканские, тоже самое, да, отказываются давать гомосексуалистам детей или принимать их к себе на работу, к себе в церковь, для воспитания детей, отвергают, все, вы лишаетесь статуса, это общество, некоторые сами уходят уже, поскольку подвергаются насилию, это же наше дело, кого мы хотим принять, кого не принять, я в дом, кого хочу принять, того, того и принимаю, почему вы мне диктуете, кого я должен принимать, вы слышите, издевательство, настоящее издевательство, да, я думаю, что с введением ювенальной юстиции у нас, у нас мы ощутим в полной мере, когда к вам придут родители, вы скажете, что у вас после, то что такое, это и что за издевательство над ребенком, вы в церковь заставляете водить, это что за насмешка, вы не разрешаете ему ходить на дискотеки, курить марихуану, это насилие над правами человека, вы знаете, мы первые подвергнемся этому дару, удар этой жуткой вещи, которую называют ювенальная система, первые, потому что к нам претензий больше всего, больше всего, это и хождение в церковь, эти и посты, эти и молитвы, это отрицание, отрицание этих диких дьявольских сборищ под названием дискотеки с этим тяжелым роком и так далее, мы первые подвергнемся, вы слышите, идущая опять тенденция, опять та же самая тенденция борьба с христианством. В первом веке началось это. В первом веке каковы мотивы были этой борьбы против христианства? В Евангелии это показано, как это нельзя служить Богу и мамония. Как это горе вам богатым! Как это трудно богатому войти в Царство Божие! Как это мое царство не от мира сего! Вот оно, садето самое живое, то, чем живет этот мир. Понятно здесь? Понятно. Понятно почему иудеи распинали Христа и христиан и уже совсем кажется непонятным. Рим-то языческий пошел против христианства. Почему? Почему? Меня удивляет Болтов такой замечательный историк. Замечательный просто. И вдруг пишет такую, простите меня, глупость. Потому что христиане отказывались приносить жертву перед статуей императора. Я ничего не понимаю. Василий Васильевич, а иудеи приносили, да, жертвы? Да, они приносили? Нет. Почему же их не гнали? Почему? Они что, признавали ваше множество богов? Нет. Почему же их не обвиняли в атеизме, в безбожии? что такое? Василий Васильевич, не понимаю. Великий историк. Причины гонений на христиан в Римской империи. Вы посмотрите, его разведете руками. Что за наивные объяснения? Апостол Павел правильно написал? «Несть наша брань к плоти и крови, но к началам и ко властям и к миродержителям тевовека сего». Под началом и властям вы понимаете, что речь идет о духах, духах зла разной ступени, о бесах. Вот о чем идет речь. Речь идет не о властях государственных, как это некоторые иногда трактуют. Да нет, нет, миродержителям тевовека. Кто князь мира сего? Миродержитель. Кто? Прямо Священное Писание говорит. Он князь мира. Мне отдано все это. Он заявил Христу. Все царства этой мира. Поклонись мне. Все будет в порядке. Все тебе отдам. И мне отдано это. Гонение на христианство. Было, есть и будет. И будет. Форм этих бесчисленное множество. Это и будет. Кончится полным уничтожением христианства. Но я не думаю, что это физическим уничтожением. Физическим уничтожением христиан. Нет. И это будет продолжаться обязательно, конечно. Но здесь тонкость вопроса. Христиане перестанут быть христианами. Зачем же их уничтожать-то? Зачем же их уничтожать? Да, они будут называться христианами православными, естественно. Естественно православными. но совсем не так давно. Вы могли бы себе представить, чтобы монахи сидят в ресторане? Ну, совсем не так давно. Пили, орали песни. Орали, я другого не нахожу. Причем люди сидят. Невозможно было себе представить. Или присутствовать на рок-концерте, правда? Или сами участвуют в рок-концерте монахи. Вы скажете, вы что? Вы, что вы? гадкие анекдоты рассказываете. Да? И уже что происходит? Идеологическое оправдание, идейное оправдание всех этих вещей. О других вещах даже говорить не хочу. Идёт, знаете, размывание, как дом, который оказался вместо камня на песке и песок подмывается. Недаром в Апокалипсисе есть замечательные строки. Жена облачённая в солнце бежала в пустыню. В человеческом обществе уже места ей нет. Нет. Это жена церковь. Вопросы самые важные. наука и атеизм. И атеизм. Потому что атеизм, к сожалению, он не останется просто атеизм. Он с чем связан? Рече безумен, безумен в сердце своём. Нет Бога. Это отрицание, которое исходит уже не из просто невежества. Это, я вам скажу, самая такая элементарная степень, когда люди просто ничего не думали, не понимали. А когда это отрицание Бога становится убеждением, исходящим не только из головы, а гораздо больше исходящим из сердца, тогда наступает катастрофа для этого человека и для этого общества. Но скажу вам, что эта проблема наука атеизма имеет большое значение и в миссионерской деятельности, с которой вам обязательно придётся иметь дело. И здесь надо бы обязательно знать и использовать некоторые положения, о которых люди просто не думают. Это просто нужно. Когда мы говорим наука, это совокупность человеческого знания об этом мире. Вот что такое наука. Совокупность знаний, методологии, конечно, принципов изучения. Вот что такое наука. Что она говорит, наука, прежде всего? Говорит и будет говорить. И это очень важно. Это важно для материализма. Очень важно. Познаваемый мир бесконечен. Вы слышите? в любой момент все наши знания, вся совокупность знаний является, как выразился один очень хорошо академик, лишь ничтожным островком в бесконечном океане познавательного мира. Ничтожным островком. Проще сказать, каплей в море. Вот так. Все наши знания, причём это в любой момент развития науки. Слышите? Возникает вопрос, можно ли на основании тех знаний, предположений, гипотез, допустим, теории гипотез, так, сделать какие-либо выводы в отношении существования Бога. Я часто привожу такой пример, мне кажется, очень хороший, как он вам понравится. Подходит человек с кружкой, хороший, если хотите пивной, хотите чайной, к океану зачерпывает, смотрит и говорит, ха-ха-ха, а мне говорили, что в океане киты водится. О, какое невежество, боже мой, я сам, слышите, я сам изучал, я сам черпал из него, киты водятся, ахинея, мракобесие, невежество, темнота, точно так, как моряк в Питере сказал в академике нашим академик Павлов, тот старец идет, с воротка мимо храма проходит, перекрестился, а моряк идет и говорит, о, темнота, темнота, где же, конечно, Павлова знать столько, сколько знает этот моряк, которому сказали, что Бога нет. Так вот, с точки зрения науки, что я хочу сказать, нельзя, мягко сказать, некорректно, на самом деле безумно говорить о несуществовании Бога, нельзя, и не только сейчас нельзя, а никогда не будет возможности сказать это, сколько бы наука не развивалась. Почему? все по той же причине. Мы остаемся все время с той же кружкой перед тем же океаном. То есть, никогда в принципе наука не может сказать, что нет Бога. Самое большее, а большее, я говорю, для атеизма, она может сказать лишь одно, я не знаю, я не знаю. те аргументы, которые часто приводятся, они все носят гипотетический характер. Я говорю, прежде всего, происхождение человека, одно время твердили, что от обезьяны, но потом, когда эта, так сказать, идея провалилась уже окончательно, что ну никак не нашли переходной ступени, каких-то возможностей происхождения человека от обезьяны, то что сделали? Поступили еще лучше? Нет. И обезьяны и человек произошли от общих предков. Каких? Ну, эта наука будет изучать. Я вам скажу, когда вы не знаете, что, вы в темную даль веков назад бросьте туда в темноту и скажите, скажите, и попробуйте докажите, что не так. Я, например, имею очень сильный аргумент в этом отношении, когда утверждаю, что в созвездии раков вводятся раки. Если вы не верите, проверьте, что вы скажете, чем вы докажете, что там нет раков. То только поэтому и названо созвездие раков. Неужели вы не понимаете? Правда, народ есть такой хитрый, говорит, Алексеевич, а вы докажите, что там вводятся раки. Всё, тут пас. Так и здесь. Такие глупости утверждают в области биологии, в отношении человека, какие-то предки, неизвестные мифические, да, миллионы лет тому назад и так далее. В общем, и этим поистине мраком, этой неизвестности, так, подчуют, подчуют людей и питают его этой, этой глупой пищей. Эволюция. Говорят, эволюция, да здравствует эволюция. И вы, наверное, не встретите ни одного человека, который учился в школе, окончил, например, там, семь, восемь классов, одиннадцать классов. Окончишь, может, институт ещё, который был учёный, наконец, который не сказал, ну да, эволюция, само собой разумеющаяся. Один только вопрос задать. Всего один только. Задайте вопрос и всё. Да, это научные уже обоснованные. Да, 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 да. Пожалуйста, где мне прочитать о законе превращения неживой материи в живую? Вам этот закон известен? Да? Скажите, пожалуйста, где он? Где этот закон превращения неживой материи, этого праха, в живую организованную? Нет такого закона. А это же лежит в основании вся последующая. есть эволюция, нет эволюции, всё последующее сижится на этом фундаменте. Такой закон есть или нет? Нет такого закона. На каком основании утверждаете, что возникла жизнь? какая эволюция привела к возникновению жизни? Вот первоначальные, первые хотя бы формы этой жизни. Никаких. Мы исходим из факта. Мы тоже исходим из факта. Мы тоже из факта исходим, что жизнь есть. Мы считаем источником её разум, а не хаос. И где большая вероятность, наверное, нетрудно предположить. Вообще, это очень неплохо, неплохо знать, что атеизм в принципе антинаучен. Если наука говорит, я не знаю, есть Бог или нет. Если множество учёных напротив, тщательно изучая законы этого мира, пришли к полному убеждению, что только разум высший мог быть источником этого, так? Только так? То атеизм утверждает, что нет этого разума, нет Бога. Он вступает в противоречии. Наука говорит, не знаю, или даже хотите, знаю, но пусть максимум, не знаю. Атеиз говорит, знаю. Однажды я ехал, меня везли на машине, водитель был такой простой человек, очень простой. Стоит женщина, такая культурная, всё, ну, руку поднимает, я говорю, остановись. Я сижу рядом с водителем, она там села сзади, и начала, простите меня, дура-баба, кричать, я атеистка, я воинствующий атеистка, представляете? А этот водитель, он человек был верующий, он, значит, едет, крутит баранку, потом она разловольствует, там всё, я молчу, я молчу, наконец, он не выдерживает, оборачивается к ней и произносит сакральные слова. Дура ты и есть дура. Она только о себе что говорила, она врач, там, едет в Москву, да, вот там каких-то, ну, к ней публика такая высокая приходит, дура-то, что там было? Первая же остановка, она, мне надо выйти, надо выйти, с тех пор больше она никогда на нашем пути не стояла. Воинствующая атеистка, но он ответил очень точно, правда, вот, по-моему, грубовато, правда, все-таки так, нехорошо женщине говорить, тем более образованной и изображающей, по крайней мере, свою огромную эрудицию, да, вот так ответил, я совсем не присоединяюсь к этим грубостям, но хочу сказать, что атеизм не имеет под собой никаких научных оснований, поэтому, пожалуйста, имейте в виду основная проблема для человека наука и атеизм, а не наука и религия. Почему я подвожу итог? Потому что наука и религия, потому что религия открывает перед человеком перспективы жизни, понимание смысла этой жизни, понимание, потому что смысл жизни, запомните, пожалуйста, может быть, только в жизни смысл, я могу только, я понять этот смысл, имея жизнь, если же моя личность уничтожается, теряется всякий смысл. Смысл жизни может быть только в жизни, но никак не в окончательной смерти. Атеизм утверждает, вер, человек тебя ожидает вечная смерть. Слышите? Вечная смерть. Всё, как искорка, вспыхнуло и угасло навсегда. Атеизм – это психология отчаяния. Тот человек, который только до конца убедится в этом, он действительно человек трагедии. Достоевский показал это в своих бесах, в романе «Бесы». Кончается самоубийством. Вот к чему приводит. Атеизм. Чисто в психологическом плане, не имея никаких и научных оснований, религия напротив открывает человеку эти перспективы жизни, показывает смысл его жизни, показывает, почему он должен быть добрым, а не злым. Почему? Почему я должен быть правдивым, справедливым, а не лгуном и обманщиком? Религия говорит, а если я живу один раз, если все те, которые со мной общаются, живут один раз, вот сейчас этот миг и всё. Скажите, не всё ли равно тогда, как жить? Не чушь ли это то, что называют совестью, то, что называют нравственными нормами жизни? Какая чушь! Боже мой! Что это только придумали люди! Всё равно! Ибо все уходят в небытие. Ну, вот это вот, друзья мои, об этом, может быть, стоит немножко помнить. Просто я сегодня хотел сказать по этой немножко теме, чтобы к ней уже больше никогда не возвращаться. Слишком. А не много написано. Столько копаний в мелочах. Столько там подчас глупостей. Я удивляюсь, что у нас это такое большое внимание уделяется. Пишут толстенные талмуды. Он перевели, например, с английского книгу Брауна «Наука и религия». Много, в общем. Постоянно об этом пишут. Что такое? Торможение сознания может быть непонятным. Ну, хорошо. Насколько важно выработать сейчас иммунитет к нашим подрастающим поколениям. Иммунитет против этой грязи. Кто мешает молитву Иисусова произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, которая в нас, естественно, есть. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником церкви, её членом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова